Здесь Иаков говорит о делах, но естественно же он подразумевает дела веры. И он здесь говорит, не делами ли оправдался Авраам, Отец наш. Ни в коем случае не вступает в противоречие с апостолом Павлом, который говорит, что Авраам оправдался верою и стал праведным благодаря вере. Он не вступает в противоречие, он как раз доказывает то, что поскольку Авраам веровал, он и делал то, во что веровал. Если человек скажет, вы знаете, я полностью уверен, что сегодня будет дождь, а почему вы без зонтика? Если человек действительно верит, что будет дождь, он возьмет зонт. Мы даже механически, не обращая внимания, мы механически делаем все те вещи, во что мы верим. И механически не делаем те вещи, в которые мы не верим. Неважно, как много мы и хорошо говорим, мы определяемся тем, что мы делаем, потому что мы делаем то, во что верим. It's so simple. И Авраам оправдался делами. Почему? Потому что возложил на жертвенник сына своему, как его сказал Бог. И дальше написано, исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Но делами веры подразумевает Иаков. И дальше он говорит, подобно Ираа в блуднице, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Вообще, если не разбираться в Писаниях, здесь полный парадокс и полный мрак, если Бог не прольет свет. Вообще, как дерзает Иаков поставить в одном списке, через запятую, таких разных людей, Авраама и блудницу? Он ставит их рядом и приводит на них пример в доказательство своей теории, в доказательство своей точки зрения, что Раав тоже оправдалась. То есть она тоже унаследовала праведность, она оправдалась. Почему? Как? Что общего у Авраама, которому он хвалится, и блудницы Раав, которая тоже оправдалась? Если мы откроем, у меня нет времени, если мы откроем вторую главу книги Иисуса Навина, и мы прочитаем, что именно произошло в доме этой блудницы, когда два соглядата, которых послал Иисус Навин, сказал, вы смотрите город Ерихон, мы его возьмем. Бог отдал этот город нам. И когда они вошли в Ерихон, они спрятались у этой женщины. Она спрятала их на кровле своего дома. Она жила в стене Ерихонской. Послушайте, если логически рассуждать, живет народ, народ организованный, прочные стены, народу, у которого есть враг, Израиль, естественно, этих врагов надо выдать. В этом интерес всякого рассудительного человека. Но эта женщина их не выдала. Эта женщина понимала и говорила, мы точно знаем, и я точно знаю, что Бог эту землю отдал в ваши руки. Я точно знаю, что вы придете и владеете этим городом. Потому я это делаю, потому что верю. Вам и вашему Богу. Я скрываю вас вопреки нашей общей безопасности. Потому что теперь ищу безопасности у вас и у вашего Бога. Это было дело веры. И они сказали, хорошо, если ты так веришь, не выдай нас. Она говорит, не выдам. Если вы поклянетесь, что вы сохраните мою жизнь. И они договорились, что она выбросит червленую веревку из окна своего дома, и они спасут ее родство и ее дом, как и произошло. Потому здесь написано, что Рав оправдалась. Чем оправдалась? Верой. Она уверовала, она поверила. Она стала на сторону Бога, Божьего плана, Божьей воли об Ерехоне. Она стала. Написано в 6 главе книги Иисуса Навина. Она вошла в общество Господне. Вау! О чем мы говорим? Женщина со столь страшной репутацией. Нужно было хотя бы не упоминать о том, что она была блудницей. Писание не скрывает этого. Ставит ее рядом с Авраамом. Почему? Потому что как Авраам поверил, будучи язычником, поклоняясь своим богам, и стал праведным, и стал другом Божьим, так и Рав поверила, что ее вера дала. Ее вера сделала ее послушной воле Божией. Она встала на тропу угождения Богу и воле Божией. Уважаемые друзья, спасибо, что уделили время для просмотра этого видео. Я надеюсь, Дух Святой мог служить вашим нуждам посредством этой передачи. Напишите нам об этом ниже в комментариях или прямо на адрес нашего служения. Если у вас появились вопросы, или вам нужен совет, или молитва, пожалуйста, не стесняйтесь писать нам по адресу, который сейчас видите на экране. В нашем служении функционирует Международный Духовный Центр Помощи, в котором принимают участие опытные душепопечители и наставники из разных стран мира. Особая благодарность партнерам служения за их финансовый вклад, благодаря чему мы можем служить нуждам большого числа людей. Если вы желаете поддержать наше служение материально, вы можете узнать о наших проектах, а также методах пожертвований по адресу, который сейчас видите на экране. Будьте активны, становитесь частью команды служения. Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.